Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Интернет в каждый дом. Реализацию в регионе нацпроекта «Цифровая экономика» оценил федеральный министр. Школа, близкая к идеалу. Когда на пятой просеке начнется долгожданная стройка. Бывшие звезды цирка на заслуженном отдыхе. В Самарском зоопарке поселились олени-моралы. Регион-лидер. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков высоко оценил реализацию в Самарской области национального проекта «Цифровая экономика». Ключевые тезисы, которые прозвучали на расширенном заседании регионального правительства, записала наша съемочная группа. Самарская область – один из мощных центров цифрового развития страны. Здесь не только внедряются передовые практики, но и разрабатываются инновационные решения, востребованные во всем мире. Передовые практики, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика» обсуждают на совещании в областном правительстве. Государственная задача – переход на цифру – решена регионом на отлично. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. Область развита не только с точки зрения промышленности, но и в области цифровизации. В области, безусловно, есть очевидные успехи. Мы мониторили ситуацию и не увидели никаких проблем. Была правильно организована работа волонтеров, которых работало больше полутора тысяч. И все удалось сделать достаточно мягко и с пользой для наших граждан. На совещании подвели предварительные итоги реализации на территории региона нацпроекта «Цифровая экономика». В области действует пять проектов. Например, проект «Информационная инфраструктура» направлен на проведение высокоскоростного интернета в соцобъекты и малые населенные пункты. В этом году к широкополосному интернету уже подключили более двухсот учреждений соцсферы. Всего в плане подключить порядка полутора тысяч объектов. Для успешного выполнения задач, которые стоят перед регионом в области цифровизации, особое внимание уделяется решению кадрового вопроса. По инициативе главы региона разработан ряд решений, призванных справиться с этой задачей. Ключевой проект – кадр для цифровой экономики. Уже в 2020 году 11 тысяч человек пройдут переподготовку на IT-специалистов. Вывести взаимодействие на столь высокий уровень удалось благодаря заинтересованному отношению руководства региона. В целом рядом компаний, которые представляли сегодня свои проекты, мы уже активно сотрудничаем. И крайне ведь важно, чтобы предложения новаторов, людей инновационно-мыслящих, работающих не только в сфере IT-технологий, но и в других сферах, в первую очередь реализовывались в регионе разработки. Собственно, это очень серьезное подспорье для компаний по продвижению их продуктов. И это отдельная зона ответственности и усилий правительства Самарской области. Целый ряд проектов, сегодня успешно развивающихся, не только в нашей стране, и предоставление услуг за рубежом, зарождались и продвигались при помощи правительства Самарской области. Считаю это не просто правильным, считаю это нашей очень важной задачей. Министр Константин Носков ознакомился также с работой ключевых инновационных центров региона. Научно-производственного технопарка и Центра прорывных исследований Самарского государственного медицинского университета, а также Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, где были представлены разработки не только вуза, но и самарских телекоммуникационных и IT-компаний. Также Константин Носков вручил почетные грамоты министерства студентам-волонтерам, которые прошлым летом помогали людям подключать цифровое телевидение. Лариса Шлафаст, События. К строительству новой школы на пятой просеке приступят в следующем году. Новое учебное заведение удивляет уже на этапе проектирования. От подхода до новшеств, которые там запланированы. Чтобы обсудить все детали, городские власти регулярно встречаются с жителями, учитывают мнение родителей. На одной из таких встреч побывала Мария Левина. Школа нового поколения. При проектировании школы на пятой просеке учтут все замечания и предложения жителей. Об этом на встрече с жителями говорили представители городской администрации, Министерства строительства и Городской думы. Первый корпус новой школы на 600 мест на пятой просеке расположится на участке бывшей базы отдыха «Экономист». Земля уже оформлена в муниципальную собственность. В настоящее время начали проектировать корпус. Тему посадки школы, которая предполагается построить на базе «Экономист», как это будет выглядеть на участке, и также проработать возможность размещения дополнительного будущего корпуса на земельном участке базы «Мечта». Другой же участок базы отдыха «Мечта», который находится в муниципальной собственности и располагается в непосредственной близости от будущей новой школы, в период строительства первого корпуса будет частью строительной площадки. В будущем здесь планируется построить второй корпус общеобразовательного учреждения. У меня есть участок выделенный, второй участок выделенный. Мне нужно в рамках него посадить с учетом нормативных расстояний, противопожарных проездов и всех остальных мероприятий. Начать строить первый корпус школы на 600 мест планируется уже в апреле, а сдать объект в декабре 2020 года. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Образование». Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, События. У Самарского медико-технического лицея появится пристрой. Завершить строительство должны до конца декабря. В помещении разместят спортивный зал, которого в учебном заведении раньше не было. Как идут работы, проверили представители профильного городского департамента и депутаты. Укладываются ли подрядчики в срок, выяснила наша съемочная группа. Строительство пристроя к медико-техническому лицею вышло на финишную прямую. Рабочие завершают внутреннюю отделку помещений. Качество ремонта пришли оценить городские депутаты и представители Самарской мэрии. Особое внимание соблюдению сроков. Устройство облицовочных лиц в помещении в самом узле сделано. Обсудили и будущее оснащение спортивного зала. Заявка на инвентарь и оборудование уже подготовлена. Участники комиссии высказали дополнительные предложения по обустройству спортивного зала. Для удобства детей, которые, скорее всего, будут играть и в коллективные игры спортивные, как волейбол, чтобы потолок был обрамлен сеткой. Сегодня этот вопрос был решен. В ходе встреч обсуждаем, как сделать технологичнее в рамках сметных, так сказать, антипроектных норм, то есть, ну, вот, что можно предусмотреть с учетом погодных, так сказать, условий, чего нельзя делать. Поэтому я думаю, что вот обязательства будут выполнены. Своего спортивного зала в медико-техническом лицее никогда не было. Для занятий физкультурой больше 20 лет арендовали помещение. Как только объект будет полностью готов, заниматься здесь смогут более 700 учеников лицея. Полностью завершить работы в здании должны до конца декабря. Контролировать работу подрядчика, городские депутаты и профильный департамент будут еженедельно. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Как сделать из вчерашнего студента высококлассного сотрудника крупного промышленного предприятия, знают на Самарском заводе Кузнецов. Анатолий Головко побывал на производстве и выяснил, чем молодым людям будут помогать наставники. Одно из крупнейших предприятий Самарской области переживает второе рождение. На заводе Кузнецов проводят глобальное обновление производства, создают новые корпуса, закупают дорогостоящие оборудования. Все это необходимо для увеличения объема выпускаемой продукции. Вопрос кадрового обеспечения этого процесса стоит на сегодняшний момент на первом месте. И для этого мы совместно с правительством Самарской области, совместно с Министерством образования реализуем целый комплекс мероприятий, направленных на превентивное обеспечение нашего производственного процесса необходимыми кадровыми ресурсами. Чтобы вовлечь в производственный процесс молодых специалистов, руководство предприятий сотрудничает с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Студентов переводят на дуальное обучение, при котором теорию можно совмещать с практикой. Несколько дней в неделю они проводят на предприятии, при этом получая повышенную стипендию и зарплату. Сегодня у нас в этой работе очень активно и благотворно участвуют не только образовательные учреждения, вузы, колледжи, но участвуют промышленные предприятия. Одно из таких предприятий – Павел Кузнецов. На этом оборудовании изготавливают детали для летательных аппаратов. Стоимость станка – 200 миллионов рублей. Чтобы пользоваться дорогостоящей техникой, молодым специалистам необходимо пройти серьезное обучение. Для этого студентам, которые трудятся на предприятии, назначают наставников. Один из них – инженер-технолог Павел Демченко. Несколько его учеников уже стали частью большого коллектива завода. Когда приходят студенты, получается, они теоретически знают все, практически не видели ничего. Они приходят с большими глазами, абсолютно не понимают, что им надо делать. И, соответственно, моя задача – это именно показать, куда им смотреть, на что обращать внимание, кому и по какому вопросу им нужно идти, где брать информацию. В этот день сотрудники и руководство завода поделились бесценным опытом обучения молодых специалистов с коллегами. На Кузнецов приехали представители 50 министерств и ведомств Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. В конце встречи для высокопоставленных гостей провели экскурсию. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Смертельно опасное хобби. Эта зима в Самаре бьет не только температурные рекорды. Кривая несчастных случаев на водоемах тоже ползет вверх. За последнюю неделю в регионе погибли трое человек. Что толкает рыбаков на скользкий путь, пытался понять Анатолий Головко. Стоит ли подвергать свою жизнь опасности ради хорошего улова? Этот вопрос до сих пор остается открытым для любителей рыбалки в Самаре. За последние дни в городе участились несчастные случаи. На тонком льду погибли люди. Раннее утро поселок Самарский. На берегу озера сельское кладбище на опытный рыбак Валерий Зейбер в приметы не верит. Он считает, с ним ничего плохого не случится. Заловить можно везде, надо только остерегаться. Брать с собой спасалки. Лед предварительно пробовать. Если лед только в 7 сантиметров, выходить нельзя. Из-за теплого декабря лед тонкий на всех водоемах. Корка предательски хрустит под ногами. Кое-где можно даже разглядеть выступающую на поверхность воду. За моей спиной находится печально известное озеро Гатное. На прошлой неделе здесь погиб 82-летний мужчина. Провалился под лед. Но рыбаков этот факт не смущает. И они продолжают заниматься любимым делом, не думая об опасности. На противоположном берегу рыболовные снасти расставил Валерий Александрович. Мужчина признается, сейчас рыба клюет плохо. Мало кому удается похвастаться солидными трофеями. Но заядлый рыбак выходит на лед практически каждое утро. За свою жизнь он тоже не боится. Лед очень толстый. Нет. Все вот такие мелкие водоемы очень хорошо замерзли. Сейчас здесь не страшно. У сотрудников МЧС другое. Каждый год они выходят на водоемы и разговаривают с местными жителями. Предупреждают об опасности, раздают листовки. Любителям рыбной ловли порекомендовал бы дождаться понижения температур, при котором встанет нормально лед. И рыбачить безопасно. Желательно брать с собой какие-нибудь средства. Там сани какие-нибудь, веревку, чтобы можно было выбраться. То есть обезопасить себя. Для того, чтобы выбраться из полыньи, существуют четкие алгоритмы. Их должен знать каждый рыбак. Если вы вдруг провалились под лед, то ни в коем случае не паникуйте. Необходимо всем весом облокотиться на твердую поверхность и постараться выбраться. Когда вы выбрались, не спешите вставать на ноги. Нужно перекатываться еще несколько метров по своим следам. По прогнозам синоптиков, по-настоящему зимняя погода придет в Самарскую область только в конце декабря. А значит, каждый раз, выходя на лед, рыбаки должны понимать, этот клев может стать последним. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. В Самаре в 22-й раз прошла акция благородства. Она проводится с 98-го года. Главная цель акции – рассказать общественности о людях неравнодушных, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше. Чем отличились лауреаты этого года, расскажет Мария Левина. Тихо, 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 не кричи, не кричи, сейчас все будет хорошо. Мамочка! На этих кадрах, снятых очевидцами, запечатлено спасение ребенка. Он упал в пруд в парке Гагарина. Мать и бабушка пытались спасти малыша, но сами начали тонуть. Услышав крики прямо в одежде, первым в воду бросился мужчина – Марат. Героев нужно знать в лицо, но у Марата мы показать не можем. Он сотрудник спецподразделения ОМОНа. В органах уже 16 лет. Сегодня спасатель получил престижную премию благородства. Сам себя героем не считает, говорит, поступил как подобает мужчине. С детства учили родителей всегда приходить на помощь. Я тоже с семьей гулял там, ребенка сразу отдал жене, побежал. Когда мужа, девочку с двумя женщинами достали, я посмотрел по сторонам. Потому что взрослые люди, мужчины стояли, смотрели, улыбались. Ну, как бы я считаю, это неправильно. Мужчина всегда должен приходить на помощь. О подвиге скромного бойца узнали на службе. Очень важно для меня, что люди в погонах, которые проходят службу в наших подразделениях, кроме каких-то служебных подвигов, служебных положительных моментов, они еще способны на общечеловеческие поступки, которые ограничат с подвигом. Все лауреаты акции «Благородство» – люди, которые успели себя проявить в добрых начинаниях. О неравнодушных самарцах акция рассказывает вот уже 22 года. Это первый такой социально значимый проект не только в Самаре, но и в стране. Люди, которые совершают эти поступки, они все очень разные. И в этом, наверное, ценность нашей акции. Что лауреатами акции становятся, как молодые ребята, у нас возраст в этом году от 10 лет до 95. И мы говорим, что у благородного поступка нет возраста. В этом году со всей области поступило около 200 заявок. Отобрали лишь восьмую часть. Победители выбрали в 10 номинациях. Среди них – меценаты, волонтеры, ветераны и другие. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Самарский театр оперы и балета готовится к премьере. Балет «Наяда» и «Рыбак» покажут 20 декабря. В бутафорских мастерских, где сейчас идут последние приготовления, побывала мэри Елчан. До премьеры одноактного балета «Наяда» и «Рыбак» осталось чуть больше недели. В производственных цехах Самарского театра оперы и балета вовсю идет подготовка декораций. Сейчас для балета готовятся специальные арки из полотна. Всего их три. Они все отличаются друг от друга. Так художник создает иллюзию леса и глубину. Через них будет виден задний план сцены, где изображен берег моря и горы. Для создания картины художники используют гуашь и театральный акрил. Очень живописный. Очень его было приятно вообще писать. Я думаю, это и зрители очень порадуют. Очень было его приятно над ним работать. Особенность работы театрального декоратора в том, что нужно видеть объемные работы целиком. Они очень масштабные, почти 200 квадратных метров. Для этого в производственном цехе есть галерея, с которой можно увидеть свое творение со всех сторон. Декорации готовятся уже четвертый месяц. Почти все готово. Еще одним украшением сцены станет двухметровая скульптура Мадонны из пеноплекса и папье-маше. Чтобы подготовить покровительницу Италии, у художника Бутафора ушло почти две недели. Сейчас, в данный момент, мы используем пеноплекс. Он плотнее, чем пенопласт. Обрабатывается проще. С ним работать удобнее. Он больше поддается обработке ножами, пилками, напильниками и так далее. В этой постановке впервые после долгого перерыва начнут использовать машинерию. Так называется комплекс театральных механизмов, которые обеспечивают смену декораций и вращение сцены. Примеры балета намечены на 20 и 21 декабря. Мэри Илчан, Василий Кладошов, События. Площадь Куйбышева продолжают готовить к новогодним праздникам. В Самару привезли ледяные кубы из Тюмени. Художники-скульпторы собирают из них ограждения для елок. Наша съемочная группа первой увидела, как проходит разгрузка холодного материала. Что еще интересного собирают на главной площади Самары, увидел Андрей Горгуленко. Осторожно, не торопясь и не поднимая от земли. Только так можно перемещать эти ледяные кубы, из которых сделают ограждение для елочек на площади Куйбышева. Вес каждого ледяного кубика почти 400 килограммов. Всего их 200 штук. Вырезали этот лед из замерзших тюменских озер. Чтобы сохранить его в пути, использовали снег и специальную охлаждающую пену. Но сам по себе лед крепкий, не растает даже при нулевой температуре. Единственный нюанс, что когда мы собираем конструкцию из-за льда, и когда нужно склеить блоки, вот воду используем, просто водичкой проливаем, они склеиваются. Когда тепло, они плохо склеиваются. Из-за этого немножко двигаются, из-за этого немножко есть проблемы. Идеальная погода, ну, до минус 10, наверное. То есть еще и не холодно, но уже все схватывается, смораживается. Рядом, здесь же, на площади Куйбышева, собирают и деревянную горку. Кататься с тюбингами здесь можно будет уже в конце декабря. А пока рабочие слой за слоем собирают каркас будущего аттракциона. Обустраивают и усадьбу Деда Мороза. Пока не завершена внутренняя отделка, усадьба выглядит как обычный деревянный дом. Но умельцы скоро превратят его в настоящий дом чудес. Пустынно пока и вокруг усадьбы. Лес из елей только начинает прорастать. Помогают ему главные помощники Деда Мороза. Так себя прозвали монтажники. Каждое дерево рабочие аккуратно оборачивают в деревянный каркас для устойчивости. После чего устанавливают перед усадьбой. На каждое дерево в среднем уходит 20 минут. Всего елок больше 100. Поощряю помощником Деда Мороза то, что мы делаем, помогаем Деду Морозу и дарим людям настроение. Усадьба Деда Мороза, деревянная горка с тюбингами и ледяные фигуры – это все уже привычно для самарцев. Впервые в этом году каждый праздничный день будет новогодняя дискотега под руководством диджея Мороза и под сопровождение светового шоу на медиагирляндах. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Шесть регионов России объявили 31 января выходным днем. Станет ли Самара седьмой? Инициативу отдыхать в последний день уходящего года поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Сколько дней для зимних каникул нужно самарцам, выяснила Мария Левина. И вообще я ничего не понимаю, почему я должна уезжать? Ты о чем? На работу мне второго. Днем мы с тобой можем погулять, сходить в Эрмитаж. Не все современные молодые люди поймут диалог главных героев культового фильма. Сегодня все привыкли отдыхать в январе восемь дней. Но еще недавно все было по-другому. Официальный выходной был лишь 1 января, и он появился не сразу. Еще до революции 1 января в России был нерабочий день. Но первые годы после, когда в стране существовал негласный запрет на праздник, люди выходили на работу в первый день Нового года. И только в 47-м в стране появился зимний праздничный выходной. А позже, уже в начале 90-х, и 2 января превратили в красный день календаря. Первые январские мини-каникулы появились в 2005-м. Тогда выходных дней стало на три больше. На работу выходили 5 января. А полноценно отдыхать 8 дней, как ныне, страна начала 7 лет назад. С тех пор споры о том, полезны ли такие каникулы или вредны, не утихают. У психологов тоже нет однозначного мнения. Человек именно ровно 10 дней только адаптируется к отдыху. То есть, вот он адаптировался к отдыху и ему на работу. То есть, это такой психологически сложный момент. Я за 31-й точно за, именно потому, что это продляет ожидания чудес каких-то новогодних. Потому что, когда ты с работы бежишь домой, тебе надо хотя бы переодеться, то тогда нет этого предвкушения праздника. В выходных много не бывает. Уже 6 регионов России приняли решение сделать 31-е в выходным. Это Крым, Томская, Псковская и Кировская области, Ставрополье и Карачаево-Черкесия. Запустили народное голосование по этому поводу и в Свердловской области. В Самаре решение должны принять в течение 10 дней. После публичных обсуждений с руководителями и общественниками. Это инициатива губернатора Дмитрия Азарова. Мнение жителей тоже учтут. Я считаю, можно сделать, да. Да, наверное, и нужно. А почему? Ну, потому что люди уже расслаблены, уже праздники все. И большинство уже работают так, символически. Да, конечно, надо. А зачем, как вы считаете? Ну, потому что это праздник же все-таки. Новый год, надо отпраздновать. Если дети будут работать, они уже не смогут прийти помочь. А если они будут в выходные, то они придут, помогут, все будет хорошо, все будет окей. Я думаю, да. А зачем бы нет? Ну, праздник все-таки, приготовиться как-то. Можно встретиться с близкими перед новым годом. 31 декабря может стать официальным всероссийским выходным. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы. Но если и будет принят соответствующий закон, то случится это уже в 2020 году. Мария Левина, Николай Епифанов, Максим Гусев. События. Самарский зоопарк приютил оленей моралов, которые гастролировали с бродячим цирком по всей России. Животные еще не освоились и относятся к людям с недоверием. Какая судьба ждет новых обитателей, расскажет Анатолий Головко. Настоящие звезды, которые совсем недавно купались в овациях восхищенной публики, сменили прописку. В Самару привезли четырех оленей моралов. Эти милые животные выступали в бродячем цирке. Они дали прощальные гастроли в курортном Сочи. После этого их дрессировщики вышли на пенсию и передали своих подопечных в заботливые руки сотрудников Самарского зоопарка. Сейчас животные находятся в вольере, но уже совсем скоро их перевезут в питомник Кенельского района. Ожидается, что там олени дадут потомство, создадут полноценное стадо, но для этого необходимо создать благоприятные условия. Для любого животного условия для размножения должны быть простыми. Должны быть подходящие корма и не должно быть много стресса. То есть я думаю, что все получится. Там есть лесок у нас и территория, где они смогут пастись, кушать. Несмотря на свою миловидность, олени моралы очень тяжело поддаются дрессировке. У животных, вес которых может достигать 400 килограммов, непростой характер. Они живут небольшими стаями. Как правило, семью возглавляет самец. Он во главе гарема находится до 11 лет и уже потом уступает место более молодому и сильному самцу. Сами животные очень осторожные. При виде человека они стараются скрыться. При виде нашей съемочной группы глава семейства Надым не стушевался и спокойно брал угощение из рук зоологов. Жители и гости Самары смогут увидеть строптивых животных минимум через два месяца. По словам зоологов, этого времени должно быть достаточно для того, чтобы питомцы освоились на новом месте. Анатолий Головко, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok